Всем привет, с вами Order Project. Собственно, мы продолжаем играть в Киберпанк. Это новая серия по прохождению, и новый патч я установил, и честно, не знаю, пока визуально не вижу улучшений. По-моему, как-то мыльнее стало. Так, мы уже приехали, и также хочу очень важно о вас спросить. Напишите обязательно об этом в комментариях. Какая моя озвучка в видосах лучше? То есть, первый вариант это... Ну, я, может, опрос тела, хотя вроде их убрали из видео в ютубе. В общем, первый вариант это как было раньше, да? Второй вариант это также как было раньше, только побольше болтовни. Третий вариант это как было в прошлом ролике. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Четвёртый вариант это вот как сейчас. Я тестирую просто разную гарнитуру, собственно, ну и всякие разные подходы к созданию видео. В общем, учусь и нарабатываю, так скажем, скилл. Ну и последний вариант это, собственно, вообще молчать, да? Не портить игру. Эй! Кажется, я тебя уже видела. Да, ты меня видела. Хорошая память на лица. Развлечься хочешь? Я ищу Эвелин Паркер. Не знаешь, где она может быть? Бывало тут когда-то, но я уже давно её не видела. Мне нужно поговорить с Джуди. Она в студии? Ага. По лестнице вниз. Я скажу Джуди, что ты к ней. Окей. Так, ну пошлите, собственно. Так, я что-то хотел сказать. А! Не портить свою болтовнюю игру. Вот. Да. Чтоб не портить свою болтовнюю игру. Вот. Ну вот сейчас я болтаю. Ну, в принципе, мы ни с кем не болтаем, поэтому... Вот так. Чем мне не понравилась предыдущая гарнитура, почему я решил с другой попробовать. Потому что я посмотрел запись, и там как будто... Да, подруга Джуди. Звучит, кстати, кринжово. Стоп, что это? Что тут? Ну, ты добил свою поголью? То есть, еще что? Ага. Пошли обратно. Ага. Заходим в подвал страны. Ну, мы тут уже бывали. В общем, вот как-то так. Мне не понравилось в той гарнитуре, что были звуки какого-то пылесоса. Я не знаю, есть ли здесь сейчас звуки пылесоса. Потом узнаю на записи. Хватит присылать мне всех шлюх, которых встречает. Мне больше интересно ваше мнение. К нам всегда живут те, кому нужна помощь. Такая уж у нас репутация. Что-то я не помню, чтобы мы открывали тут при... Раз тебя так заботят левые люди, займись вон своей гостьей. Сьюзи, мы не договорили. Да нет, сука, договорили. Кто у нас тут такой настойчивый? Нам больше не о чем разговаривать. Я вроде ясно выразилась. Эта Сьюзи довольно пробивная дама. Ваша главная? Ты что, специально пришла выяснять, кто есть кто в шельмах? О чем вы спорили? А, в кого ни плюнь, все живут в каком-то своем мире. Если твоя жопа в тепле, то на остальных похуй. Слушай, ты давно разговаривала с Эвелин? Мне надо ее найти. Это важно. Зачем? Хочешь отыграться за налет, который сама просрала? Ты знаешь, чем все кончилось. Значит, вы с ней говорили. Я знаю, что ты запорола дело и потеряла всех своих. Настоящий профессионал. Я тоже получила пулю. Ой, да что ты. Для наемников риск – это часть профессии. Конечно, я рисковала, как и все мы. Но Эвелин, которая дала нам заказ, рисковала в первую очередь. Она с самого начала знала, на что шла. Ладно. Придется разгребать это говно вместе. Но ты в отчаянии. У тебя это на лице написано. Окей. Ну, допустим, я в полный ж... Биочип, из-за которого устроили налет, медленно убивает меня. Заказчик Эвелин может что-то знать об этом биочипе. Это может меня спасти. Вот поэтому я и хочу узнать, кто ее нанял. Ну, допустим, я тебе верю. Ладно. Эвелин кукла. Раньше работала в облаках. Советую искать ее там. А где это? Там на столе портсигар с адресом. Возьми его и отдай Эвелину, когда ее найдешь. Мега-башня? Статусное место. А что, можно еще поболтать? Эй, Джуди, Джуди. Тебе еще что-нибудь нужно? Погоди, хочешь сказать, она кукла? Ну да. Она довольно долго копила на поведенческий чип. И работала хорошо. За несколько недель надо было записывать. Но на такой работе никто долго не выдерживает. Поэтому она и замутила этот налет. Ладно, не будем ее допросом каким-то мучить. Пойдем, собственно. Что тут у нас? Стой. Да. Скажешь потом, как у нее дела? Окей? Окей. Я тебе позвоню. Спасибо. Спасибо, Ви. Окей, окей. Ну, пока, Джуди. Пока, пока. Здорово. Почему я не удивлен? Ты инграмма в поврежденном мозгу. Тебя ничего не должно удивлять. Пипец, мыло. Ну что, поедем в эти облака? Почему бы и нет? Ну что, погнали? Мыльный океану. Мне кажется, с патчем стало хуже. Мыло. Конкретное мыло. Как мы сюда? За такой быстрый выход. Аптечка. И ты чего? О, дедушка. Хочешь что-то сказать, ну, говори. Ты не, это ограбление, зови. Чувствуй, здорово. Чего зависло-то? Скажи что-нибудь. А о чем вы так спорили с Джуди? Что-то случилось? А твое какое дело-то случилось? Тоже хочешь рассказать мне про ответственность за других? Валяй, залезай на трибуну. Мне просто любопытно. Я тебе так скажу, любопытство может выйти боком, если у тебя нет крепких кулаков и железной задницы. У вашего клуба, наверное, солидный доход. И такие же расходы. А ты что, хочешь вложиться? Удивляюсь вашей деловой хватке. Мы заняли этот бар много лет назад. Каждый день удивляюсь, что он все еще стоит. В общем, пока справляемся. Не знаешь, что с Эвелин Паркер? А я-то тут при чем? Джуди тебе вроде все сказала. Да, но ты же главная. Можешь знать больше. Эвелин уже давно распрощалась с шельмами. А что делают те, кто не из шельм, меня не колышет? Ты же не к Эвелин пришла. Смотри, какая миленькая личика. А за виртами Джуди? Да? Годные штуки. Сама посматриваю. Джуди мастер своего дела. Ее вирты – настоящие жемчужины. Это точно. Накидали комплиментов. И, собственно, едем. Так. Давайте нам наш мегабайк. Че вон там? Че вон там? Мне зовут мистер Хэнс. Если тебе нужна работа в Пасифике, звони мне. Я Ви. Ну и? Не слышу, приятно познакомиться. Наши знакомства – честь для меня. Нужна будет работа. Звони. Ни хрена себе. Глянь-ка сюда. Ты это видишь? Либо у меня крыша поехала, либо это какое-то мистическое откровение. А как зовут ту эзотерическую тёлку? Мести? Да нет, у меня нейроны шалят. Ага. Прикольно. С этим граффити можно что-то делать? Так, где он наш мотоцикл? Гони. Сюда гони быстро. Так, ладно, в общем, склеечка сжёг. Здорово, Стэн. Если не ошибаюсь, Стэна озвучивает всего от кузнецов. Так, вроде не спим. Хотя ночь. Так, это какие-то враги. Но пока некогда. У нас дела вместе с Киану Ривзом. Сходить в другой клуб. Собственно, это что-то летает? Или мне показалось? Найц просто, найц. Чем дальше, тем больше всяких приколюх встречаем. Пусть там можно было тпшнуться просто. Так, заходим. А чё дальше-то? Я слышал, как ты вчера проводил лакцию. В виде зала цены. Ага. Вызываем лифт. Вроде неплохо. Но обязательно напишите по поводу качества звука, потому что... Единственное, что мы можем тут получить, это пизды. Причём, скорее, в плохом смысле. Жёстко. Но она мне с рождения так. Клуб облака. Откуда такие прогнозы? Я что-то упустила? Эта монтажёрша что-то скрывает. Башню явно держат тигриные когти. Мы уже как минимум двоих видели. Тигриные когти считай филиал Арасаки. Интересно. Все корпораты играют грязно. Но улицы ещё хуже. Там вообще одно говно. Так что корпораты отдают улицы на откупанду. Не хотят запачкать свои воротнички. Что тут удивительного? Я не про это. Если Эвелина хотела спрятаться, тем более Арасаки, тут не лучшее место. Не хочу показаться грубым, но я всё это вручь ебал. Почему ты думаешь, что Джуди врёт? Это называется интуиция, Ви. Знаешь про такую? А, так называют способность, которая позволяет уверенно пиздить. Если я не ошибаюсь, ребят, по-моему, вот эта вот поездка в лифте была в стрель... Ну, в геймплее, короче, с Xbox. Катик, по-твоему, если выебать надувную куклу, это тоже изменение? Ужас. Здрасте. Так, подойти к стойке регистрации. Ну, здорово. Жесть. Добро пожаловать в облака. Мы знаем, чего вы ищете. Не желаете подключиться к терминалу? Я ещё Эвелин Паркер. Она здесь работает? Сейчас проверю. Эвелин сейчас недоступна. Мне надо с ней увидеться. Это важно. Доверьтесь алгоритму. Он подберёт для вас наиболее подходящую куклу. Все они могут в любой момент поменять цвет волос и глаз по вашему желанию. Я хочу только поговорить с ней, и всё. Вам нечем беспокоиться. Кукла поговорит с вами о чём только захотите. Подключитесь? Прости. Она сказала что-нибудь полезное? Раз тебе нужна особая жратва, шли нахуй официантку и сразу иди к повару. То есть? Заходишь как клиент и смотришь вокруг. Не хотят раскрывать карты? Отлично. Мы и без них сыграем. Хорошо, попробуем. Сеанс пройдёт в реальности, так что события могут принять неожиданный оборот. Не спешите отключаться, если вам некомфортно, иначе пропустите что-нибудь интересное. Если вы считаете, что не готовы к происходящему, сеанс можно прервать в любой момент. Выберите стоп-слово. Самурай. Угу, сохранила. Теперь подождите немного. Я считываю ваш профиль. Скоро вы увидите совместимых с вами кукол. Два совпадения. Интересно. А это нормально? А что такое нормально? Вы просто особенная личность с особенными вкусами. Ничего, система справится. Кто вам больше нравится? Ангел или Скай? Уже забыл, кто есть кто? Думаю, я возьму ангела. Полностью поддерживаю ваше решение. Внесите оплату, и через минуту вы окажетесь в облаках. Звучит ужасно. Вот, пожалуйста. Оплата успешно прошла. Если хотите расслабиться перед сеансом, весь этаж в вашем распоряжении. Ангел ждет вас в шестой кабинке. Можете отключиться. Это все? У нас в облаках действует жесткий запрет на ношение оружия. Пожалуйста, сдайте его на хранение. Только двое готовы для тебя ноги раздвинуть. Небогато. А не пошел бы нахуй, Джонни. Одна из самых безопасных мест в найти. Спасибо. Там реклама была? Или мне показалось? Так, извините в кабинку номер 6. Так, я вам сказал, надо все изучить. Здарова, мужик. Сюда можно? Серьезно, какой-то тип. Так, что у нас тут вообще? Наверное, надо строго туда зайти. А ты у нас, оказывается, извращенка. Вот, избавлюсь от мозгового паразита. Сразу выбор станет больше. Наверное, зря сказал это. Зачем, мужик, Валерий, правильно, я ангел. Фу, мужик. Думал, ты женщина. Ладно, уговорил. Помоги мне расслабиться. Только не подходи ко мне. Итак, Ви, ты умираешь. Неа. Я ищу девушку, которая здесь работала. Эвелин Паркер. Ты знаешь ее? Где она теперь? Тебе надо смотреть на мир шире. А ты смотришь на частности и мелочи. Такие как Эвелин. Не делай вид, что ты меня знаешь. У него есть нужные ответы. Тогда задавай правильные вопросы. Нужно ли переживать о том, что уже случилось? У меня только один правильный вопрос. И я его задала. Где Эвелин Паркер? Почему она здесь больше не работает? Когда ее тут видели в последний раз? Ты хоть что-нибудь знаешь? На эти вопросы тебе придется найти ответ самой. Мне сказали, тут исполняют самые смелые желания. Не этого я ожидала. Невыполненные желания превращаются в потребности. Наша задача — находить их. И какая у меня главная потребность? Примириться с тем, что ты умерла один раз, и через какое-то время неизбежно умрешь во второй. Самурай. Что? Что происходит? Ты остановила сеанс. Я сделал что-то не так. Тебе не понравилось? Расскажи, что ты знаешь об Эвелин Паркер. Ты уж извини, но у нас так нельзя. Я не могу рассказывать тебе ничего про наш кукольный дом. У меня могут быть неприятности. Давай ты лучше уйдешь. Просто ответь, и я от тебя отстану. Будешь дальше делать, что ты там обычно делаешь. Обычно я держу язык за зубами. Особенно с теми, кого первый раз вижу. А до меня ее никто не искал? Ничего необычного не помнишь? У нее был... Скандал. С клиентом. Вот это уже интереснее. Подробности я не знаю. О таких вещах у нас тут не спрашивают. Том, наверное, знает. Они с Эвелин общались? Спроси его, а меня оставь в покое. Том? Кто это? Друг Эвелин. Они в свободное время всегда тусили вместе. Где мне его искать? Он работает здесь, куклой. Кабинка 2, в зоне для випов. Спасибо. Не за что. И не приходи ко мне больше никогда. Поразит уже музыка выбрать. Так, перепутать дико. Это мегафейл. Так. Ничего так. Ну, а я бы лучше живьем поглядел. Мы такие-то, ляшки. Что значит живьем? В смысле не могу войти? Какого хера? Я тут, блядь, каждую неделю бываю. На этой неделе у вас нет доступа к битью. А я говорю, есть. А я говорю, нет. Пожалуйста, обойду. Так, что тут у нас? Нет, блядь, я к тебе уже обратил не план. Ты вообще понимаешь, кто я? Хакаем. Так, что там надо? БД. Так, я не понял, если честно, как хакать. Допустим. Допустим. Не выполнено. Допустим. А сколько я вижу, ваш пропуск в вебциону был аннулирован. Типа хакнули. Что ты сказал? Держите себя в руках, или нам придется вас вывести. Всегда найдется деловой. Ага. Ты сейчас обратно наверх? Ага. Сейчас только схожу по су. Да, сходи. Ты че? Ужек, аккуратно. Доступ на второй этаж, только для VIP-гостей. Так, ты VIP, мужик? Казировка. О, да. Ну, на всякий случай возьмем. Давайте ее снарядим. Мало ли че пойдет не так. Отлично. У нас есть теперь катана. Давайте ее спрячем. Надеюсь, ее не запалят так. Ну, собственно, да. Пошлите. Здорово, мужик. Я сюда. У меня доступ, собственно... Стоп, погоди. У меня вопрос. Тут комнатка была. Нужен доступ. Можно сюда зайти? Авторизация нужна. Окей. Я понял. Ладно. Ну, пошли. Здорово, ребят. Вот, отъездиви в гости. Ну, здрасте. Хоть бы этот ни пиздил, ни по делу. Два секс-зомби за один день? Это слишком много, даже для меня. Привет. Кажется, у меня тут что-то сломалось. Я не очень понимаю. У меня нет твоих данных. Я даже не знаю, что делать. Я хочу поговорить с Эвелин Паркер. Это очень важно. Я тоже хочу. Столько раз уже ей звонил. Все без толку. В смысле, ее тут нет? Она повредила себе лицевой экран. Ей пришлось уехать в клинику в Осаке. Или в Осло. Наверное, все-таки в Осло. Она сама тебе сказала, что сваливает? Нет, просто не пришла на работу и трубку не брала. Я решил спросить Дубмана, что с ней. Он мне и сказал, что она уехала. Дубман? Кто это? Мистер Форест. Все его зовут Дубманом. Не знаю, если честно, почему. Окей, значит, мистер Форест. Кто он? Типа нашего агента. Находит новые таланты, решает вопросы. Менеджер, по сути. Дубман нам разъяснить, что за ебала тут творится. Хотя я бы особо не надеялся. У этих кукол саные тряпки вместо мозгов. Вот что им надо заменять в первую очередь. Это-то да. Собственно, что я хотел сказать, ребята. Если честно, у меня вылетела игра. Да. Патч, можно сказать, в дело вступил. Не заметил. Мне кажется, без патча было лучше. Зря обновился. Так, собственно, соберем лут, который я тогда тоже находил. Это, конечно, печально. Но автосохранение, как бы, для тех, кто играет, полезно в этом плане. И мне приходится перепроходить, как мне сейчас. Я-то перепрохожу, чтобы вы все увидели. Но тогда немного стелс нарушился. Вот из-за вот этого вот дядьки, который тут стоит. Мне бы, чтобы он ушел. Потому что когда я проходил, его тут не было. Можно как-то отвлечь его внимание? Что это такое? Пробирает вражеский лед. Устройство врагов. Делает все устройства врагов локально более зубимыми для... Это что? Вырушает доступ к основной футов, что позволяет брать и забрать двери. А также включать и выключать камеры. Ага, ну, конечно, я в деле. А что от меня нужно? А его можно как-то взломать? Так, сбыт военных медикаментов. Убийство первой степени. Амнезия. Запрос. Что тут запрос делает? Давайте взломаем челика. Угу. Отлично. Окей. Интересненько. Так, что это такое? Я не помню, что делает... Что? Давайте посмотрим. Какие тут скрипты-то можно посмотреть? Персонажи, параметры, карты, снаряжение, наверное. Вот, например, вот здесь. Что делает? Запрос. Обнаружит врагов в устройстве, которые подключены к локальной сети. Заставляет врага забыть обои. Это, конечно, все интересно, но надо бы как-то его оттуда спровадить. Может, отвлечешь врагов? Он может оттуда идти? Втекаем. Так. Отлично. Все, мы прям в стелс-ниндзе. Сейчас убираем тут весь лут. Тут где-то полезные вещи. Киану резко выскочит. Как, по крайней мере, у меня было. Сумку оставила. Думаешь, она у нее. Но тут все самое важное. Похоже, она спешила. Извините, случайно скипнул. Но можете на паузу там поставить. Прочитать, что он хотел сказать. Я хотел встать, собственно, чтобы как-то получше было. Но он там, типа, думает, что у нее одна что-то такое сказал. Вот, он в прошлый раз это говорил. Идем поговорим с Дубаном. Ну, точнее, наедали на него. Кстати, тут, по-моему, пластинка. Да. Возьмем ее. Здорово, мужик. Клиент, там сюда вход запрещен. Если не трудно, закрой дверь с той стороны. Ты же видишь, я очень занят. Я ищу Эвелин Паркер. У нас тут такая не работает. Раньше работала. Что с ней стало? Наверное, исполнила мечту всех кукол. И охмурила какого-нибудь богатого оленя. Эээ, мой тебе совет. Попробуй лучше Рокси. Из второй кабинки. Жопа. Такая же круглая. Остальное чип доработает. Разницы не почувствуешь. Я вижу, ты человек деловой. Мне кажется, мы с тобой договоримся. А мне кажется, что ты маньячка, которая охотится за своими бывшими по всему городу. Ну, это ладно. Я тебя слушаю. Что? У тебя, типа, все схвачено? Сидишь в кладовке и считаешь себя большим начальником, да? Ух, да ты, сука, читаешь мысли не хуже нашего алгоритма. Да, подумай только. Такой талант пропадает. Как думаешь, кто стоит за твоими так называемыми боссами из тигринных когтей? У боссов из тигринных когтей тоже есть боссы. Просто тебе из твоей канавы их не видно. Ага, а ты типа птица высокого полета? Скажем так, один человек из клана Арасака будет очень недоволен, если узнает, что Эвелин кто-то обидел. И что ты это допустил. Ладно, ладно. Я расскажу все, как есть. Твоя телка, как ее, Паркер. Ее тут нет. Это я уже давно поняла. Где она сейчас? Куклы тут сидят не потому, что по жизни любят ебаться хрен знает с кем. Они работают. Их задача приносить доход. Слушай, давай перейдем к делу. Что в итоге стало с Эвелин? Сверху поступил приказ. Ее утилизировать. Ты что, ее убил? Нет. Я нашел Рипера, который хотел на нее посмотреть. Сказал, что как-нибудь починит. Давай фамилию и адрес Рипера. Фамилии не знаю. Не зли меня. Очень надо. Зовут его Фингерс. У него клиника в переулке по Чпок-стрит. Там и ищи эту свою. Эвелин. И больше тут не показывайся. Ясно? Поезжай лучше на лифте. Чем быстрее ты отсюда съебешь, тем лучше. Доктор Фингерс, Чпок-стрит. Прям влажная мечта студентки. Да, да, я готов. У меня еще икс леза новая. Мотоцейк, блин. Так, ну пошлите, собственно. А можно? Веселое отражение. Опа. Бутылочка. Так, ну, собственно, надо забрать свое оружие обязательно. Это прямо обязательно. Все прям по красоте сделали. Конечно, пришлось мне ничего взламывать не пришлось. К тому же. Не волнуйся, не забываю. В принципе, я знаю, что будет, если вас тут всех перевалить. А что такое? Опасная зона? Хорошего дня. Если захотите снова оказаться в облаках, будем рады помочь. В честь чего озон-то опасно? Типа из оружия? Ладно. Да уж, веселенькое местечко. От такого веселья и повесяться недолго. Как думаешь, мы найдем ее у этого Финберса? Ви, если бы я был предсказателен, то не оказался бы ебаным чипом в голове живого трупа. Вижу, ты не изменил мнение о кукольных домах. Нет, почему же? Раньше я считал, что их надо обходить за километр, а лучше заодно. А вот теперь я совершенно уверен, что их надо выжечь на балмах. В принципе, да. Что они там обсуждают? Жесть. Кошмар. Вот это у них темы. Так, ну поехали на лифте, собственно. Нам на первый этаж. Шикарно. Так. Ну, собственно, спускаемся неплохо уже. По красоте. У тебя был план, но он провалился. Потому что в таком состоянии ты уже вряд ли сможешь найти Хельмана. А, блядь! Ну, это что за херня? Да что ж такое? Господи, какого хуя тебе от меня надо? Мы двигаемся слишком медленно. Ты загнешься раньше, чем мы узнаем, как разобраться с Чипом. Ты же сам хотел, чтобы я сдохла. Это было давно. Я с тех пор успел передумать. Теперь ты мне нужна живой. Ты лучше скажи, что тебе вообще от меня надо. Я вытащил карточку выйти из тюрьмы. Было бы глупо ей не воспользоваться. У меня Карасаки личные счеты. Я выставил их 50 лет назад. И сейчас я хочу закончить начатое. А для этого мне нужна ты. Зачем? Тебе так важны твои устаревшие идеалы? Или это личная месть? Тебя не касается. Просто доставь меня из пункта А в пункт Б. Слушай, погоди, я все придумал. Я знаю, где мы можем расцепиться, и кто нам в этом поможет. Ты наконец избавишься от Чипа, а я раздавлю Аросаку. Все выигрыши, разве нет? Нужно только найти душегуб и добраться до Микоши. Соглашайся. Ладно. Что такое Микоши? Начнем издалека. Когда ты подключаешься к Сети, у Аросаки появляется возможность натравить на тебя и скин под названием Душегуб, который способен украсть у тебя душу и сознание. Пока следишь за мыслью. Я же видела воспоминания. Он тебя нехило отделал. Видимо, у нас больше тем для разговоров, чем я думал. Но это не важно. Важно вот что. Когда душегуб превращает твой мозг в манную кашу, ты умираешь. Но твое сознание копируется в энграмму. Конечно. Так ты и стал конструктом. Именно. Молодец. Так вот, Микоши — это логово Душегуба. Там он хранит энграммы всех своих жертв. Давай, давай. Я же вижу, тебе есть еще что сказать. 50 лет назад Микоши была единственным местом на планете, где проводили операции на человеческом разуме. Скорее всего, ничего и не изменилось. Говорю тебе, все дороги ведут туда. Там мы найдем ответы. Каждый свой. И как ты в этот раз хочешь уничтожить Аросаку? У тебя есть еще одна бомба. И у бомбы есть имя. Альт Каннинген. Ни разу про нее не слышала. Это пока. Когда мы ее найдем, я вас познакомлю. Короче, не тормози. Надо понять, как забраться в Микоши. Понял, принял. Но сейчас надо позвонить Джуди. Не могу еще пока звонить. А теперь могу. Так, Джуди. Джуди, Джуди. Алло. Оооо. Ооо, сука. Ты не знаешь, где искать этого Фингерса? Да, у него своя коновальня на Чпок-стрит. Блин, Ви. На нем клейма ставить негде. Я еду к нему. Вдруг она там. Говорила я ей держаться подальше от облаков. Ооо, ладно. Пока, Ви. Собственно, продолжаем. Движемся. Название. Улица просто, конечно, гениальное. Мы здесь сможем проехать. Второго океана. Ну как? Тут получше, чем в облаках. Тут ты хотя бы знаешь, кто перед тобой. Так, сейчас тобой. Найти клинику Фингерса. Да, вон она вроде получается. Ничего себе зависла. Вот это тут прогрузка идет. Вот это фрезы. Думал, он сейчас что-то скажет, но нет. Бандиты, как всегда. Так. И, собственно, мы уже почти пришли. Жутковатое местечко. Опа! Я это видео выбил с таком видосе. Его мнение, собственно. Прикол. В общем, ребята, я побалался в сохранениях. Если еще себе кого-нибудь на вечер, можешь больше не искать. Они такие сексисты, это кошмар. Слушай, мне проблемы не нужны. Просто дай мне войти, и все. А может мне войти в тебя? Ладно, ладно, заходи. Я же говорю, сексисты. Жесть. Кошмар. Жесть. Жесть. Хоть кто-то знакомый в этой дыре. Я очень за нее боюсь, Ви. Я не знала, что у нее какие-то проблемы. Мы ее найдем. Обещаю. О, откуда ты вообще взял эту цепь, уеба? Ты говорила с Фингерсом? Нет. К нему попасть труднее, чем к лучшим хирургам. Блин, мы так до следующего утра тут просидим. Может, попросишь у дам, чтобы они нас пропустили? А чего я? Я им, кажется, не нравлюсь. Попробуй. Ну или придумай что-нибудь получше. Думаешь, Шевелин держит где-то здесь? С одной стороны, хотелось бы. Быстрее найдем ее. А с другой, надеюсь, что нет. Кто знает, что этот больной ублюдок мог с ней вытворять? Вы с ней близкие подруги, правильно? И как интересно, ты пришла к такому выводу? Ну, ты бросилась ее искать, как только узнала, где она. Если начинаешь дружить с Эвелин, привязываешься к ней навсегда. Так, отлично. Так. Ты. Ты не в курсе, где Фингерс? У себя в кабинете оперируют кого-то. Уже довольно давно. Должен скоро закончить. Не особо надейся, Киса. Иногда он по несколько часов не выходит. Особенно, если принимает оплату сразу после операции. Мне надо с ним поговорить, это важно. А мы сюда, думаешь, пришли ногти красить, да? Я вас могу пропустить. Вот тебе обязательно надо было вылезти, Митзе. А ты хотя бы постучи и спроси, когда он уже закончит. Лучше. Это все-таки клиника, а не прачечное самообслуживание. Я все вижу, как ты воняешься. С ней все будет хорошо. У прежней хозяйки этой покрытой была более вытянутая лицо. Края пережимают зрительные нервы. Так, окей. Вон, вроде все поздно. Что, заходим? Эй, ты? Да, здравствуйте. Чем могу помочь? Удели-ка нам минуту. Всего минуту? Ну, как мало. Жаль. Я мог бы часами смотреть на ваши сладкие губы. Но простите, сейчас я немного занят. Вы от когтей? Что такое? У меня все уплачено. Мы от шельм. Шельмы? Что же вы сразу не сказали? Так, ну и что вам нужно? Эвелин Паркер. Мне надо знать, где она. Давайте пройдем в мой офис. Через мой кабинет проходит много девочек. Очень много. И каждую я стараюсь выслушать. Применяю индивидуальный подход. Спроси, кого хочешь. Я же не просто лепила. Я их понимаю. Они хотят, как и любой человек, чтобы их похвалили, погладили по головке. Как будто они заслужили это. Конечно, проходит время, и я их забываю. Тебе что-нибудь говорит фамилия Форест? Нет. У него прозвище Дубман. Он из кукольного дома. Ты... Дубман сказал мне, что давно уже перевез Эвелин к тебе в клинику. И что ты ему заплатил. Зачем она тебе понадобилась? Ты, наверное, ослышалась. Во-первых, я не потратил ни одного Энни. Это он должен был мне заплатить. А во-вторых, денежек я так и не увидел. Потому что не смог починить ее имплантик. Так что он оставил ее у меня. В качестве оплаты. Ты не охуел так говорить, кусок дерьма, а? Она, блядь, живой человек. Полуживой. Технически. О, бедная девочка. Я пытался ей помочь, но... Вы же видите, у меня не бог весть, какая клиника. Говоришь, ты не мог ей помочь. Какая нужна была помощь? Если бы я знал, она бы сейчас стояла здесь, живая, здоровенькая. У Чипа был сожжен регистрик команд. В угольки, понимаешь? Я его заменил, но... Без толку. Почему это могло случиться? Техника была топовая. Сама по себе сгореть не могла, это точно. На нее кто-то напал? Нетранер, скорее всего. Такой, который хорошо шарит в коде. Ближе к делу. К делу, да. Дело в том, что я понятия не имею, где она. Блядский кусок дерьма. Что ты с ней сделал, урод? Пожалуйста, надень намордник на эту тварь. Или усмири ее. С таким отношением у нас разговора не получится. Не говори так о ней. Она меня оскорбила. Так, чем быстрее ты все расскажешь, тем быстрее мы оставим тебя в покое. Итак, Эвелин Паркер. Где она? Скорее всего там, где девушки становятся звездами нелегальных брайн-дансов. Больше я ничего не знаю. Где мне ее найти? Мне что, надо повторить еще раз? Я... я не знаю. Любой на мое место поступил бы, как я. Я пытался ей помочь, но это оказалось невозможно. Когда я позвонил своему фиксеру. В тот же день за ней приехали два амбала. Кому ты звонил? Кто твой фиксер? Вакако. Я сказал ей, что хочу слить куколку с брайн-дансовым чипом. Куда ее забрали? Еще раз тебе говорю, не знаю. Они были не сильно разговорчивые. А я же не идиот. Таким людям лишние вопросики задавать. Ты не идиот. Как тебе кажется, почему девушки, которые сюда приходят, позволяют тебе их лапать, а? Потому что ты заботливый и неотразимый? Хуй там! Позволяют, потому что у них нет выхода. А на самом деле, они бы плюнули тебе в рожу при первой же возможности. Опиши, как они выглядели. Ну, как ты, как я, как обычные люди. Неужели, как ты? Правда, что ли? Ну, к таким ребятам обычно стараешься не присматриваться. Помню, что у одного была бородка. Парни, которые за ней пришли, не говорили, зачем она им? Что они с ней будут делать? Да, они говорили про Вирты с какой-то бабочкой. Мол, она для них идеально подходит. Не знаю почему. Больше я ничего не знаю. Ты её продал как вещь, блядь. Как манекен какой-нибудь. Ну, живым человечком её нельзя было назвать. Мне надо подышать. Жду внизу. Джуди права. Из-за таких, как ты, в городе невозможно нормально жить. Ты получила, что хотела? Тогда нахуй отсюда быстро! Это всё из-за меня. Надо было просто не пускать её в облака. Джуди, не волнуйся. Мы её найдём. Мы найдём то, что осталось от её изуродованного трупа. Эй! Возьми себя в руки! Ты что, уже сдалась? Нет. Надо найти подпольное и брейн-студии. Что ещё? Ещё мы знаем, что они как-то связаны с мёртвой головой. Тоже зацепка. И что ты собираешься с ней делать? По-моему, это безнадёжно. Ты не видела что-нибудь с мёртвой головой на логотипе? Что угодно. Рынок просто огромный. Это целая индустрия. Каждый занимает свою нишу в зависимости от фетишей. А нелегальные студии на одном месте долго не задерживаются. Они делают всё, чтобы их труднее было накрыть. Мы должны найти, где снимают эту херню. Скорее всего, в какой-нибудь дыре. Вряд ли они куда-нибудь ради этого выезжают. Ли, ты можешь говорить? Ну да. Это важно. Наверное, там, где их не запалят. Я бы проверила. Может, они где-то в своих виртах засветили место съёмок? Я связался со своим старым другом из Арассаки. Они никогда бы как не подставились. Он сейчас здесь, в Найт-Сити. У него есть связи с очень влиятельными людьми. Как ваш друг может нам помочь? Нам нужно встретиться втроём. Я, ты и мой друг. Ты расскажешь ему то же, что и мне. Что происходило в кампэке Плаза. Я сомневаюсь, что мы его убедим. Но с чего-то надо начинать. Пока. Ладно, где и когда встречаемся? Все на этом свете оставляют какие-то следы. Надо только знать, где искать. Кроме того, со мной главная специалистка Найт-Сити по брейндансам. От нас ничто не ускользнёт. Я же всё-таки профи. Так что да, есть идея получше. Есть в Даркнете такой сайт. Удовольствие Найт-Сити. Туда чего только не сливают. Может и мы найдём что-то полезное. Я уже типошка. Испортил он такой... Сейчас надо подумать. ...разговор. Судя. Думаю, ты права. Давай посмотрим, что на этом сайте. Ага. Надеюсь, ты сможешь что-нибудь там нарыть. Я подожду в машине. Эй, эй, Чумба, это что за наебал? Тут же не хватает четырёх кусков. Я солька получила от Пабло. Тебя что-то парит? С ними разговаривай. Я не с Пабло работаю, а с тобой. Если что не так, отвечаешь тоже ты. Я бы тебе прямо сейчас кишки выпустил, но тогда ты не вернёшь мою долю. Дерзкий, что ли? Давай, рискнее. Дерзкий, что ли? Хакеры, собственно, чё говорить. Так, ну чё, зашли? Далее, допустим, что это за страшный сайт? Так, что нам надо? Найти черных брендайцев. Отлично. Ага. Самый лучший говорит, дайцер, брендайцер, брендайцер. Что? Продолжение следует... ну собственно пошлите так ребята 4 стрел погнали погнали искать дилера вот он да мне нужно что-нибудь сырое настоящее у меня все только настоящий я зайду к тебе за еще наверняка а ты что покупаешь что-нибудь или так и будешь клиентов отпугивать мне нужны брейны особого рода агент что ли была бы я агентом ты бы уже сидел в наручниках за то что продал чуваку передо мной ладно ладно я на всякий случай чего хочешь то давай лучшее что у тебя есть от мертвой головы да ты я гляжу из ценителей только учти мертвая голова и стоит по-другому но покажите что у вас интересного приятно иметь с тобой дело так все джуди нас дождалась надо идти к ней уже бежать фургончик и и заодно заценим так вот бег им точно надо фиксить вот что-то бег какой-то корявый и люди сквозь меня проходят ничего себе фургончик такой и забавно мы заходим дай подготовиться цепляй пока обручу все остальное план такой ты будешь смотреть я привет и готова жду тебя описывай все что видишь может заметишь то что я пропустила и и и и и и и Виль, я включила режим изменений. Можешь осматривать, что хочешь. Баба из мусорщиков. Кто бы знал, что эти хуилы на досуге делают черные брейндансы. Обычный ящик. Логотип Деккер, Танако и Роджерс. Типично для помойки. Не повезло. Видишь что-нибудь? Может, они оставили что-то важное? Переключи слои. Где-то я уже это слышала. Похоже на мусорщиков. Громкость выкрутили до предела. Видимо, чтобы заглушить крики. Ох, этот божественный аромат синта-кофе. Дешевое говно. Еще и остывшее. Логотип Бак и Слайс. Спецовка с нашивкой Корпы Электрик. Это наверняка мусорщик. Других таких стиляг в Найт-Сити не найдешь. Заказ недавний. Кофе остыл. Явно стоял со вчерашнего дня. А пицца выглядела свежей. И что? Значит, кто-то постоянно ходит в Бак и Слайс. При том, что там и со вкусом проблемы, и с продуктами. Никто не поедет с другого конца города, чтобы сожрать кусок пенопласта. Короче, ищем станцию Электриков, рядом с которой есть Бак и Слайс. У Электриков была большая станция в Чартер-Хилле. Бак и Слайс там тоже есть. Но это все равно догадки. Ну да, но в любом случае нам на Электро-Слайс в Чартер-Хилле. Других зацепок у нас нет. Больше мы из этой записи не летим. В принципе, всем спасибо за просмотр. Вы потрясающие следы смотрели до этого момента. Ладно, поехали туда. Ясное дело. Ты со мной? Да, поехали. Погнали. В общем, мы погнали с Джуди в следующую серию прохождения игры Киберпанк. Всем до скорых встреч. Всем пока-пока. И не забываем ставить лайки.